Приветствую всех на канале Любитель Авто и на новом выпуске Автоисторий. Сегодня покажу вам очень интересные универсалы, о которых вы даже и не знали. Поехали! 220 кузов Мерседеса пришел на смену легендарному 140 кузову в 1998 году, когда в России грянул кризис и был популярен хит «Ты не верь слезам». От былой брутальности 140 не осталось и следа, а кузов окрулился просто до нельзя. Интересный факт, что 220-й даже уменьшился в размерах, но зато стал легче, аэродинамичней и примерил все самые передовые технологии тех лет, среди которых новые моторы, имевшие по три клапана на цилиндр и по две свечи зажигания. Также на каждый цилиндр новую мультимедийную систему «Комманд», радарный круиз-контроль и многое-многое другое. Внедрили инженеры и суперкомфортную гидроподвеску АБЦ, в которой компьютер постоянно регулировал жесткость стоек в зависимости от дорожных условий, благодаря чему достигалась феноменальная плавность хода. Версия S500 располагала 5-литровым V8 с индексом М113 на 306 сил, который в содружестве с 5-ступенчатым автоматом обеспечивал модели завидную динамику. Всего 6,5 секунды до сотни, на 0,1 секунды быстрее, чем это упражнение проделывала топовая 600-я версия 140-го с V12 на 394 силы. 220-й предлагался только в кузове седан, а купе уже носила индекс C215. Однако мало кто знает, что существовал универсал в 220-м кузове. Вот он перед вами. Это творение рук небольшой компании, название которой вы видите сейчас на экране. Согласитесь, получилось точно неплохо. Задняя часть крыши была взята от универсала в 210-м кузове. Супер роскошный универсал длиной свыше 5 метров мог похвастаться просто огромнейшим багажником объемом в 2000 литров. Вы только посмотрите, сколько там места. По роскоши универсальчик соответствовал актуальному тогда S-классу. Тут и кожаная отделка, сиденья с памятью, электрорегулировками, массажем, подогревом и охлаждением. Мультимедийная система, электрорегулировки заднего ряда, климат-контроль и всевозможные атрибуты роскоши. Под капотом стоял 5-литровый V8 на 306 сил. Также ускорявший универсал до сотни всего за 6,5 секунды. Раскочегариться можно было до 250 км в час. Сколько было произведено этих мечт, дачников в 220-м кузове неизвестно. И кстати, иногда я мониторю 220-е кузова с 5-литровыми моторами в приложении Dron, где есть такая полезная функция, как подписка, которая позволяет при заданных вами же параметрах поиска автомобиля автоматически выдавать вам появившееся новое объявление. Идем далее. Раз уж мы заговорили о представительских автомобилях, почему бы не продолжить? Ну вот, к примеру, мечта моего детства, да и сейчас тоже. BMW 7-й серии в 32-м кузове. Машина, которая умудрилась превзойти его величество S-класс в 126-м кузове. Пусть и вышедшее позже его, а именно в 1986-м году. Топовая «семерка» тогда поразила всех не только своим супердинамичным и экспрессивным дизайном, а еще и своими технологиями, такими как дворники, которые меняли давление на лобовое стекло в зависимости от скорости, подогрев лобового стекла, личинки замков с подогревами, электрорегулируемые кресла с памятью. Даже подголовники на втором ряду имели электрорегулировки, добавьте сюда еще и климат-контроль на несколько зон, бортовой компьютер и многое-многое другое. Получите просто суперавтомобиль для 1986 года. Для отечественного гражданина это просто космические технологии. Под капотом же топ-версии стоял 12-цилиндровый 5-литровый V12 на 300 сил. Первый послевоенный немецкий V12, кстати. Так вот, в содружестве с АКПП он обеспечивал разгон до 97 км в час по тестам всего за 6,5 секунды. И седан длиной свыше 5 метров мог пролетать четверть миля всего за 14,8 секунды. Не седан, а мечта. А представьте, если все эти технологии и динамику перенести в универсал. Думаете, такого не было? А вот и был. Встречайте 12-цилиндровый представительский универсал от компании Lawrence & Runkel. Просто сумасшедшая вариация на тему универсалов. 750 IL был преобразован из седана в универсал в конце 80-х и получил специфическое оформление второго ряда дверей и просто гигантский багажник, которым тогда мог похвастаться мало какой универсал. А ко всем атрибутам роскоши, что я перечислил, описывая чуть ранее седан 7 серии, я не добавил еще и холодильник, который был встроен во второй ряд сидений. На фото из старой брошюры видны крутые диски Альпина с гигантским вылетом. По мне, очень неплохая конверсия. До 1999 года универсал этот катался по Монако. Позже его владелец переехал в Германию и там катался на нем до 2006 года. После чего машина была снята с регистрации и простаивает в гараже уже 15 лет. Ну а вообще, как я уже говорил, 32-е кузово мне нравится с детства. Я даже сейчас мониторю в приложении DROM эти автомобили. А мы идем далее. В конце 80-х, а именно в 1988 году во времена хита UK, Audi показывает миру свое видение седана представительского класса, модель V8. Моделька эта была построена на модифицированной платформе C3 от Audi 100. Платформа получила индекс D11. Новый седан оснащался исключительно мотором V8, новейшей разработкой Audi и предлагался только с полноприводной трансмиссией. Последнее в данном классе было просто сверхредкостью. Уже в стартовое оснащение машины входил климат-контроль, аудиосистема с 8 динамиками, электрорегулировки передних кресел и обогрев всех сидений. Под капотом стоял совершенный на то время 32-клапанный V8 с электронным впрыском. Такие технологии, а именно по 4 клапана на V8, не могли предложить ни BMW, ни Mercedes тогда. Отдача агрегата при объеме в 3,6 литра достигала очень приличных 250 лошадиных сил. С автоматом на 4 ступени машина могла разогнаться до 235 км в час и разменять сотню всего за 9,2 секунды. Чуть позже появилась и более мощная и динамичная модификация с мотором на 4,2 литра, мощностью 280 лошадиных сил. Интересно, что мало кто в курсе, а то и почти никто не знает, что существовал прототип ауди V8 в кузове универсал. Да-да, я не оговорился. Заводской прототип именно в кузове универсал. Вот он перед вами. Посмотрите, насколько органично и красиво смотрится данное творение. Машина также полноприводная и оснащена всеми атрибутами роскоши V8. Гигантский багажник – это ее фишка. Под капотом же мотор V8 на 3,6 литра и 250 лошадиных сил, обеспечивающий представительскому полноприводному универсалу максималку в 235 км в час и размен сотни за 9,5 секунды. Автомобиль так и не поступил в производство. Вероятно, маркетологи пришли к выводу, что большой универсал на V8 от Ауди не пользовался бы спросом из-за дороговизны. Принадлежал данный экземпляр семье Фердинанда Пьеха. А теперь он находится в музее Ауди в Ингольштадте, и на него могут посмотреть все желающие. Обычные же седаны V8 можно найти в приложении Дром, а скачать вы его можете по ссылочке в описании. Ну а если вам понравился ролик, жду от вас 10 тысяч лайков, и я сделаю новый выпуск о редчайших универсалах, о которых вы не знали. Также для продвижения канала оставляйте несколько комментариев от 5 слов каждый, тем самым очень сильно поможете каналу. Ну а мой сегодняшний вопрос вам, сколько стоил ваш первый автомобиль? Ну а если хотите стильные магнитики на холодильник с легендарными авто прошлого, в стиле жвачки турбо, с моим логотипом всего за 150 рублей могу сделать для вас любое авто, также включаю ваше собственное. Для заказа пишите мне в инстаграм, на почту или вконтакте. Ссылочки в описании.